привет привет приложился к игре games of war мне посоветовал володя для проведения времени так вот я тут в пул гонял пулечку и типа посмотри такую казуальщину вот приложился ну так затягивает скажу одновременно и голову заставляет думать также и визуальный ряд то есть составлять то есть как-то наблюдательности развивает своего рода эта игра и ну квест какой никакая там истории есть типа того когда все это проходишь битва не просто так ты прошел там уровень как было это своего рода битва составляющая удачи также здесь присутствует то есть можно попробовать сразиться и с серьезным противником если тебе камни выпадут удачно ну может быть очень сильного можно и зарубать но у меня так не получилось так со средничками да и с легким с легким то вообще без проблем по мне разу не заколбасили вот так визуально хотя бы покажу как все это выглядит вот идет начало квеста целых приключений отдельной ветки вчера я одну завершил вот вторая начинается на пути к дану адану или адану мне встречается гном лудильщик его звали искромет и мне показалось что он немного расстроен помогите помогите чем дело меня преследует они хотят меня поймать кто они они все они даже не видишь по моей ладно ну вот как бы это вот сейчас показали так скажем прогрессию вот этого приключения самом начале как раз мы и находимся помогите искромету уйти от стражников аданы ну соответственно бой вот команда у меня здесь собрана сейчас покажу ну это как бы герой сам у него есть армия дракончика гоблина и акулки это не я называл собственно сама игра так называла вот видите карты это каждая карта это есть ухты на закрыта здесь наверное здесь использовать нельзя ее будет так вот и каждая карта это боец у нее есть сила жизни там какая-то защита броня в зависимости от того какими он пользуется магическими прибамбасами отсюда будет и урон его там больше сильнее все это можно тут даже прокачивать все это конечно так на визуально примитивном уровне вроде бы как но но тем не менее очень так сильно затягивает и во время прохождения можно ходить там разные карты вот этих то есть отряды их использовать оружие всякие находить прокачивать вот что вот мне интересно там замочек стоит на нем наверное в бой акула чего не попадешь что-то непонятно да нет все нормально собственно она так назовем пошаговая то есть выполнив какой-то ход ход переходит к противнику вот здесь какие-то старцы и стрелки если собираешь в ряд 4 вот так вот у тебя дополнительный ход вот сейчас у акулки там можно использовать его способность так как у него накопились вот эти камни каждый цвет камней самоцветов это соответствует вот героя специально подобрал чтобы так как ходы разные не всегда выпадает нужные цвета камней для героев я подобрал их разными примера одни там магии другой там огнем вот красная зеленая это тип я уж не знаю растение или счет он земля ли вот у гнома у акулы вода соответственно его основанный параметр так называемый который собирается для того чтобы использовать его способность но назовем все это дело так ну что сам как вы видели один из ходов я совершил так как я четыре камня собрал у меня дополнительный ход в основном все происходит на трех камешках но если смотреть хитрее там пытаясь комбинировать так вот произвести так чтобы что-то уничтожились одни из камни собрались там что-то упало чтобы потом другая грядочка собралась так скажем можно делать два три иногда четыре хода у меня так вот вчера получилось скелетосы вот эти черепушки они как раз собрав три и больше наносишь удар верхнему противнику ну в общем что сказать так вот если про себя она просто вроде как просто я повторюсь но при этом и концентрацию внимания тренирует и также вот она если не торопиться на тип как шахматы когда вот пошаговая как я говорю времени то есть временем ты не ограничен и это позволяет просчитать ходы то есть потренировать и еще и серые клеточки как говорит пару ну два дня за липухи время когда в это тяжелое время нужно провести с пользой то вот она очень сильно помогает вот здесь кстати можно 2 по 3 собрать тоже вот если переместить зеленые суда то красные перемести сюда и у нас получится некоторый такой дополнительный бонус для гоблинов то есть три камни будет и 3 для основного персонажа а нет и для дракошки дракошка это маленькие тоже по ходу выполнения я его все никак не заменю он всего маленький урон наносит и уровень и небольшой но просто мне нравится пока у него есть прикольные свойства первый раз использовал в какой-то своей способностью он превращается в любого из драконов которые есть в игре карты игра вообще бесплатные кстати если вдруг вот так вот интересно а зарабатывают разработчики дополнительными продажами всякого улучшения оружия там золото ну собственно это наверное везде сейчас и в телефонах также все это работает также и здесь и по оценкам каких-то там знающих людей что зарабатывают намного больше чем некоторые крупные компании по производству серьезных игр так назовем так что такая казуальщина она сейчас очень популярна и востребована ну так что в очередной раз хочу поблагодарить володю за подгон информацию об игре но собственно сказать больше ничего играйте смотрите кому будет интересно как то так до новых встреч в эфире пока пока а а